Самодисциплина. Что же это такое? Люди ничего не хотят делать, а имеет смысл, наверное, только бескорыстное служение. Безусловная любовь, уборка, без желания заработать. И потихонечку вы увидите, как наступят небольшие изменения в вашей жизни. К чему же это все ведет? К свету. Но мы все готовы к тому, что будут притягиваться разные люди, не только хорошие, но и плохие черти, которые также будут лететь на этот свет, который им непонятен, никогда недостижим. Но они, как мотыльки, фигачат на пролом. Есть одно слово, решающее все проблемы. Это слово «нет». Вчера, выпустив блог о нарциссах-мужчинах, я поняла, что женщины в моей жизни тоже психопаты, социопаты, они тоже существуют. И многих отличает именно одно общее поведение, что все у них плохо. Варианты решения принимать, они не хотят. Они не хотят принять свою боль как опыт, как силу. Отработка кармы идет через боль, через силу. Когда-то, когда я работала на телеке, я переклеивала обои в своей однушке на Ленинском проспекте, и на меня вывернулась кастрюля с кипятком. Обожгла мне всю правую сторону, и вместе с толстовкой я тогда сняла кожу. Поступив в желудочную больницу на Филевском парке, потому что все остальные ожоговые были заняты из-за поступивших людей из Перми, из хромой лошади, можете перепроверить в Википедии. Вот тогда я лежала в желудочной с ожогами в полтела. Я много что поняла. за эти три недели. Бескорыстная помощь приносит очень много блаженства. Однажды я стала той самой печатной машинкой в руках Бога, как говорит Денис Ануфриев в своих песнях, и позволила ему творить все через меня. Обычно я рисовала, обычно я танцевала, обычно я записывала видео, обычно я передавала красоту этого мира. Но Бог меня привел именно в эту ситуацию, где я общаюсь с не очень хорошими людьми. Зачем-то я им дана, и зачем-то они мне даны тоже. Для того, чтобы выяснить, насколько сильна твоя вера. Как ты будешь поступать в той или иной ситуации, когда понимаешь, что вокруг тебя только насилие. Насилие и желание причинить боль. Меня привело все это именно к этим людям. Понимаете? Когда я лежала на крыше, на вилле, в самый последний день перед приемом в дурку, я была наедине с Богом. Мне было не страшно. Я смотрела на звезды, на Луну, которые были над этим домом, и слышала, как подъезжают две машины к вилле. Это была машина полиции и машина скорой помощи. И в этот момент у меня не было паники совершенно. Я была абсолютно честна и абсолютно откровенна в своих состояниях. Я приехала к человеку, который был в беде. И зачем-то меня туда Бог привел. Для того, чтобы я была рядом в этот момент. Тогда на крыше я помолилась. И я услышала, как все подъехали. Сложила ручки в намасте. Произнесла мантру. И спустилась на первый этаж к своим насильникам. Я была уверена, что все происходит как надо. И он точно знает, как надо. Вспышка молнии, знаете, такое же. Из тысячи всего лишь один заинтересуется Богом и духовностью. Весь мир ебнулся. Это понятно. Нет ничего святого в этом вонючем болоте обсуждений бывших и козлов, которые вас окружают. Если вы свое эго будете лелеять, то, скорее всего, заболеете какой-нибудь невидимой болезнью и помрете в страшных муках. Болезнью, которую вы сами себе придумаете. Как наказание. Этот мир перевернут. Я когда была в Дурдаме, в индейском, там процент адекватных людей зашкаливал. Было ощущение, что вот эта решетка на окнах их оберегает от воздействия внешнего мира, который ебнулся. А они абсолютно адекватные. Служащие, добрые люди. И все друг другу там помогают. И все друг другу там выручают. То есть бескорыстно служили друг другу. Утешали, поддерживали, жертвовали свое время служению. Я помогала Бразилию. 98 лет ей было. Я утешала Сантану, а она меня утешала. Ей 62. Наружи были окоченевшие живые трупы, как сказал Барами, зомбари. Словами карму не поменять. Есть два пути. Любовь и окоченевший труп. Просветленные, они пришли как бы в этот мир учить вас. А вы ищете мух в котлетах. Пусть даже в вегетарианских, но в котлетах. Чувство любви, оно вне ума. Вы его не сможете никогда понять. Куча страданий очень сильно отвлекает вас. Какая у вас цель? Вот я лично умирала два раза в этой жизни. И что же я делала там, на той стороне? Видела, насколько примитивны наши страдания по жизни, в которые мы все себя насильно погружаем. Наверное, я отшибленная дура, что пошла. Где будет куча неадекватных мудаков, которые могут сделать со мной все, что угодно. Когда я увидела этого парня на вилле, хозяева на этой вилле, я подумала, что у него есть тоже мама. И мама, если бы его увидела в этом состоянии, из безусловной любви матери, то, скорее всего, она поступила бы ровно так же. Если не похлеще, она пошла бы с ним до конца. Она бы вытащила его из этой ситуации. Так или иначе, даже ценой своей жизни. Материнская любовь, она сильнее всего. Мы не можем быть равнодушны к боли чужого ребенка. И, наверное, у какой-то мамы где-то я сейчас заслужила это благословение. Почему сейчас моя жизнь идет таким образом, прекрасным образом. Может быть, я тогда и просветлела. Привет всем мамам. Проблема жить в этом мире для просветленных. Внутри у этого мира пустота. Это страшно, как ничто в «Бесконечной истории» в фильме полусказки, по-моему, 1984 года. Вас постоянно проверяют. Вы отвлечетесь или нет? Люди очень боятся отказаться от своего комфорта, от удобства. Определяется ваша цена только лишь временем, которое вы вкладываете в то или иное действие. Трансцендентная любовь, она выше двойственной любви. Потребляйте, они продают друг друга за потреблятство, за деньги. В Индии люди зачастую служат друг другу. Должно быть желание откровенное служить. Хотя бы минутка служения в день. Ну, допустим, курите вы по 100 косяков в день, а тут взяли и 95 выкурили. И все это назвали аскезой, потому что самодисциплина. Пожертвуйте что-то, кроме денег, свечек или красок для ашрама. Своё внимание. Бог вам даёт возможность выхода к Нему через бескорыстное служение. Я 10 лет была на Казантипе. И почему я туда попала? Как сейчас помню, мне было 16 лет. Это было перед железнодорожным. Есть такая остановка Кучино. Там была вилла, на которой я жила в своём детстве. И вот я сидела на балконе с ребятами, которые тогда курили. И они рассказывали про Казантип. И так забористо рассказывали, что мне хотелось приобщиться к этой компании. И я, как сейчас помню, наврала, что тоже была на Казантипе. И они начали меня спрашивать абсолютно нормальные вопросы. Где я там жила? Какой этнониспол мне больше всех нравился? И я посыпалась. Это было очень болезненно. Это было враньё просто с моей стороны. Но я посыпалась. И в следующем году, как вы думаете, что я сделала, я поехала на Казантип. И каждый год я приезжала на этот фестиваль, наряжалась, шила себе костюмы, слушала музыку, работала на Казантипе в течение 10 лет. Вот так сработало моё эго. Его ущемили, и оно решило исправить эту ситуацию. И отдало служению этой нашей современной электронной музыке 10 лет моей жизни. Здесь свою жизнь я служила другим. Это была моя осознанная жизнь все три года здесь, в Индии. Я за ними наблюдала. Я наблюдала за индийцами, я наблюдала за русскими. Как они поступают, из чего они поступают. Из желания убить или из желания любить. Смирение. Что такое смирение? Это чинить свой байк под дождём на улице самой, не ругаться ни на себя, ни на него, что он сломался. Понимать, что ты с этим можешь справиться. С любой вещью ты можешь справиться. Истина – это Бог. Тысячи будь пришли на эту планету, чтобы обучить вас. Вначале очень страшно будет. Я знаю. Идёте по закону кармы или отдаёте себя Богу? Вы ведь со всеми потрохами себя отдаёте. Не обсуждаете, не слушаете разговоры о других людях, сплетни. Служите бескорыстно Богу. Не ищите выгоду от этого мира. Я отработала сумасшедшего. Я его приняла как посланника к возможности выхода к Богу. И выхода из двойственности любви. Я не была в сексуальных отношениях с этим персонажем. Через себя передала этому персонажу послание от Бога. Как и Он мне, напомнив мне о моей силе внутренней, которая во мне заложена. Ведь это всё происходит именно со мной. Бескорыстное служение друг другу. Наши души, они проходят совместные пути. Из воплощения к воплощению. И однажды абьюзерами Керима было вынесено предположение. Прямо мне в лицо, что все люди рядом со мной сходят с ума. И с их лёгкой руки я попала именно в дурдом через несколько месяцев. И даже при этом очевидном, предумышленном насилии я не смогла поступить иначе. Когда мне было больно, невыносимо больно, от вынутой кости из запястья. Я повторяла одни и те же слова тому русскому, кто участвовал в этом насильном захвате меня на вилле. Я нет, не посылала его нахуй. Я его просила не совершать ошибок. Он знал, что он творит дичь. И что ему за это придётся отвечать. Не перед ними, а перед Богом. И что я здесь ни в чём не виновата. Но благодаря этим ублюдским поступкам я точно могу сказать, что Бог любит тебя. И даже сейчас. Именно это я и написала на стене в дурдоме рядом с моей койкой. И даже сейчас он для любимейшей из своих дочерей выбрал самый лёгкий путь к осознанию. Путь любви, страдание будет плодиться, пока ты не сдашься Богу, пока ты не постучишься в эту дверь. А они только и ждали, пока ты постучишься.